По статистике в России около полутора миллионов неполных семей считают основным источником своего дохода алименты. Из них почти 18% получают данный вид выплат нерегулярно или не в полном объеме. В прошлом году возбудили свыше полумиллиона исполнительных производств о взыскании алиментов. Согласно положению Семейного кодекса, алименты на детей до 18 лет взыскиваются ежемесячно. На одного ребенка в размере одной четверти, на двух детей одной трети, на трех и более детей половины заработка. И теперь это не только официальная зарплата, рассказывают эксперты, но и другие виды доходов. Доходы с торговли на бирже, то есть это взаимодействие с ценными бумагами, с акциями. Сюда отнесены проценты по вкладам, оплата больничного листа, доходы, получаемые гражданином при продаже недвижимого имущества. Но единственная оговорка, что это должно быть в предпринимательских целях, грубо говоря. Получить алименты можно теперь из самозанятых. А вот запрещено взыскивать с единоразовых выплат по случаю рождения ребенка, смерти родных, регистрации брака, командировочных расходов и самое главное – с дополнительного вознаграждения работникам. По сути, с премии. И здесь у специалистов возникают вопросы. По сути дела, получается, что законодатель сказал, что с премии не должны взыскиваться алименты. У нас и так существует проблема серой заработной платы, когда премия выплачивается в конверте. А сейчас, по сути дела, это дополнительный повод для неплательщиков алиментов перейти на такую оплату. Эксперты полагают, что новые правила будут действовать в отношении добропорядочных плательщиков. Ведь механизма выяснить все источники доходов у тех, кто уклоняется от уплаты, все равно нет. В ближайшее время точно принудительное взыскание будет сильно хромать, потому что объективно нет механизма взыскания. И, скорее всего, этот перечень будет действовать в отношении тех плательщиков алиментов, которые и так готовы добровольно содержать своих детей после расторжения брака. Потому что нет иного способа узнать, какой у него доход, чтобы он был подтвержден. Новый перечень начал действовать с 11 ноября. С вычетов доходов и процентов, которые были получены до этой даты, взыскать алименты автоматически не получится. Необходимо обратиться в суд. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.